Здравствуйте, дорогие коллеги и друзья! Вы слушаете канал Психофарм ТВ, который всегда на вашей стороне, и у нас продолжается беседа о психосоматике. И сегодня мы будем рассказывать о том, как в психосоматику вторгаются шизоатры. Кто не смотрел наши ролики про шизоатров, кратко скажем, что это психиатры, которые лечат исключительно шизофрению. Итак, в наших предыдущих роликах рассказывалось о том, что вялотекущая шизофрения должна была уже давно умереть вместе с МКБ-8 и МКБ-9, и она не должна была перейти в МКБ-10. Но, к сожалению, этого не приключилось. Многие ученые плакали, разрывали на себе дорогие костюмы, они собрались на ученый совет и решили не хоронить этот труп, а закрыть этот труп, точнее сказать, поставить гроб с этим трупом в рубрику, которая называется шизотипическое расстройство. И теперь вялотекущая шизофрения бродит по всей нашей стране, и самое интересное, что вялотекущая шизофрения проникла в кардиологию. Вы спросите, как это может быть? Можно ли встретить кардиолога, который идет рука об руку за трупом? Можно встретить это. Смотрите, я вам привожу слайд. В клинике кардиологии первого беда оказалось 4% больных с этим несуществующим диагнозом вялотекущей шизофрении. Вот она, родимая. И это, в общем, современные слайды, которые сделаны уже на фоне МКБ-10. Что я предлагаю? Я предлагаю создать новую науку как раз для шизоаторов, которая должна быть частью шизофрении, а частью, конечно, кардиологии. Как назвать эту науку, я не знаю. Мы, наверное, скоро объявим конкурс. Предлагаю, ну, например, шизокардиология или кардиошизофрения. Кому как будет интересно, но новое название, безусловно, необходимо, потому что вторжение шизоаторов в психосоматику было, есть и будет, к сожалению, в нашей стране. Что еще делают шизоаторы, вторгаясь в психосоматику? Они противопоставляют психическое заболевание и соматическое заболевание. Они утверждают, что это совершенно разные вещи, между которыми лежит некая прокладка типа женской в виде вегетативного невроза. Понимаете, я вам скажу, что в 21 веке противопоставлять соматическое и психическое могут только отдельные академики. Потому что уже 600 лет тому назад было известно, цитируем Николая Кузанского, что человек есть союз души и тела, разделение которых производит смерть. Таким образом, если вы разделяете соматическое заболевание и психическое заболевание, и психическое расстройство, это ведет к смерти науки. Вот эта мертвичина, которую вносят шизоаторы, проникает в науку и убивает ее. Я прошу вас сейчас сделать над собой мозговое усилие. Я понимаю, сколь это трудно, но все-таки постарайтесь. Это очень простое дело. Поймите, что нет ни психических расстройств, ни соматических заболеваний. Есть заболевание, вы его можете называть расстройством, и у него есть психические симптомы и соматические симптомы. И вот по количеству этих симптомов определяют, куда это расстройство или заболевание отнести. То есть, если психических симптомов больше, то скорее всего, хотя не всегда, этим будут заниматься психиатры. Если больше соматических, то врачи различных терапевтических и хирургических специальностей. Но, в принципе, нет такого разделения на соматическое заболевание и психическое заболевание. Это все одно и то же. Человек един. Что мы вам советуем? Пожалуйста, не верьте шизоаторам, которые проникают в обычные больницы. Пожалуйста, усвойте простую истину. Но человека не надо делить, не надо обзывать его вялотекущим шизофреником, не надо делить его на соматические болезни и психические расстройства. Надо изучать клинику заболевания, любого заболевания и искать там психические и соматические симптомы. Если вам не хватает для этого времени, пожалуйста, обращайтесь на психфарм.тв, мы вам поможем. Вы можете присылать любое заболевание с вопросом каверзным, где здесь психические симптомы или где здесь соматические симптомы. Мы вам обязательно ответим. Что касается пациентов, старайтесь больше обращаться ко врачам, которые не замыкаются только на своих жалобах, которые стремятся спросить вас про все жалобы, не только соматические, но и психические, не только психические, но и соматические. Будьте откровеннее с врачами. Рассказывайте им не только то, что вам кажется необходимым, потому что очень многие больные тоже так же привыкли делить. Они думают, что этому я расскажу одно, а этому другое, и попадают в просаг. Ни в коем случае не надо это делать. Врач должен знать все жалобы. Если у вас не получается рассказать о своих жалобах, пожалуйста, обращайтесь на Психфарм ТВ, и мы вам поможем, потому что мы всегда будем на вашей стороне. Спасибо вам за внимание.